Hello, ребятки! Всем привет, привет и добро пожаловать в Sims 4! И сегодня у нас будет, я бы сказала, особенная серия. Почему она особенная? Потому что в честь своего дня рождения я решила для нас всех, и для вас, и для себя построить домик в виде тортика со свечками. Ну, день рождения, тортик, все дела, почему бы и нет? Хотя тортик, честно говоря, я такой, конечно, бы не скушала, он слишком большой получается. Но, на мой взгляд, это достаточно милая идея, тем более, что хоть раз в жизни хотелось бы попробовать построить именно такой вот съедобный тортик. Мы с вами на Новый год строили домик в виде подарков. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Такой у нас получился домик Санта-Клауса в виде подарочков таких огромных. И, знаете, смотрелся он действительно очень так прикольно. И сегодня я так, знаете, сижу и думаю, а почему бы не попробовать нам с вами построить дом в виде тортика? Может, кому-то будет полезно, может, кому-то будет интересно, кто-то захочет для своих симов такой построить. И, знаете, я решила, что нашим игровым персонажем будет очень милая, добрая барышня, которая решила открыть свой маленький ресторанчик-пекарню. Но, когда я строила этот домик, мне он, честно вам сказать, издалека казался маленьким. Ну, вроде как, знаете, участок я взяла побольше, который смотрит на речку. То есть, знаете, допустим, симы хоть гуляют, увидели такое вот интересное здание, зашли перекусить. Но потом я посмотрела, какие у нас объемы внутри здания и решила, да ну нет, сделаем что-нибудь большое и грандиозное. Ну и, конечно же, мы это с вами посмотрим дальше. И, в принципе, я думаю, что это у нас получится полуразговорный ролик, полустроительный. То есть, какая-то у нас такая вот смесь получится. И, конечно же, в первую очередь, ребят, я хочу вам сказать большое спасибо за все ваши пожелашки и поздравления, которые начались еще день назад. Мне было очень приятно их читать. И вообще, в принципе, знаете, вот уже, наверное, какой день рождения мы с вами вместе празднуем, по-моему. В принципе, я начала вести канал когда? Я начала его вести почти полтора года назад. И вот, знаете, с этого времени действительно все ваши пожелашки, поздравления на все праздники, на наши юбилеи, настолько вот греют душу, настолько приятные, что мы с вами как одна большая такая вот семья дикобразиков. Да, это у нас, я помню, как нас назвали, семью дикобразиков. И мне она очень нравится. И, конечно же, вам всем большое спасибо. Очень, очень и очень приятно, очень трогательно читать ваши поздравляшки, пожелашки. То есть, знаете, вроде думаешь, блин, ну ты просто занимаешься любимым делом, а люди пишут и приятные слова, и действительно вот пожелания. И действительно вам за это всем большое-большое человеческое спасибо. И я думаю, что раз это у нас такой вот разговорный ролик, я вам буду, конечно же, по ходу рассказывать, что мы сделаем. Например, сейчас я пытаюсь построить какой-то фонтанчик на входе. Я постараюсь поотвечать на какие-то ваши самые популярные вопросы, которые звучат в роликах, под роликами, потому что некоторые вопросы, знаете, иногда удивляют. То есть, я, в принципе, да, сложно запомнить всех, кто задает вопросы в комментариях, ну и пишет. Я стараюсь более-менее запоминать ребят, но иногда, конечно, получается, иногда нет. Но вот, допустим, иногда звучит какой-то вопрос, допустим, Даша, когда там такой-то сериал, например, вот там, наш дневник видеоблогера или еще что-то. Я отвечаю этому человеку, и на следующий день ты видишь комментарий от этого же человека, Даша, когда будет сериал? То есть, я как бы уже ответила, но все равно человек задает этот вопрос. И, может быть, сейчас в таком вот разговорном формате мы как-то с вами решим какие-то моменты, расставим какие-нибудь вопросы, обсудим. И, наверное, один из, кстати, один из первых вопросов, который мне часто в комментах в последнее время задают, сколько тебе лет? Мне, ребят, исполнилось 27. Наверное, это много, в принципе. Может, и мало, я не знаю. Многие мне в Инстаграме дают, говорят, нет, тебе лет 20-18. Не, ребят, 27 лет. Так что, вот такие пирожки. И, в принципе, многие еще спрашивают, какие у меня выставлены настройки в Sims'ах, и на чем я играю, ноутбук или ПК. Ребята, я вам хочу сразу сказать, что даже топовый игровой ноутбук, он будет слабее, ну, такого вот компьютера, скажем так, среднестатистического. Это, скажем так, уже опытным путем можно было увидеть. И я вам скажу, у меня компьютер. Ну, логично, что компьютер, в принципе. Ноутбука у меня нет. У меня есть ноутбук, но сравнить с компьютером, конечно, их просто невозможно. И у меня стоят максимальные настройки. Ну, в принципе, опять-таки, мы с вами работаем, занимаемся, летсплей, все дела, поэтому компьютер должен быть таким вот, таким вот рабочей лошадкой хорошей. И что еще спрашиваю? То есть, опять-таки, все параметры получаются на максимуме. Что еще часто... А, вот, по поводу того, когда какой ролик. Вот, например, мне сейчас в последнее время пишут, да, Шоля, когда Авакин Лайф, давай, заходи, снимай. Ну, во-первых, Авакин Лайф, ну, по сути, а что там снимать? Да, там можно какие-то интересные обзорчики, еще что-то, но я не хочу и не могу посвящать, допустим, одной игре весь канал. Я знаю, что есть ребята, кто посвящает только одной игре, но мне нравится играть в разные игры. Поэтому, если какая-то игра не выходит какое-то время, просто я не могу разорваться. Мне нравится играть, там, и в какие-нибудь, и в ту же Мартуху, и, допустим, Симсов, и мне нравятся какие-то выживалки, и во что-то мы с Олегом играем. Поэтому сказать, что, допустим, вот, сегодня выйдет то, и завтра выйдет это, и послезавтра, в принципе, я зачастую записываю, чисто вот от настроения зависит. Поэтому, ребят, наперед. Во-первых, это будет неинтересно. Во-первых, мне интересно будет спойлерить, говорить уже, типа, ой, знаете, типа, завтра будет тот, а послезавтра будет тот. Это у нас, знаете, такая вот интрига. Поэтому, ребят, кто писал там, допустим, про тот же Авакин Лайф, и я уже отвечала, но люди все равно спрашивают. Авакин Лайф будет, как и все другие игры. Ну, когда, во-первых, у меня появится время, когда появится настроение, когда дырка, скажем так, в расписании будет, вот тогда у нас и будет та или иная игра. Тот же Mortal Kombat, тоже десятки раз уже отвечала. Mortal Kombat сейчас проходит испытания трибергов, шмибергов. А зачем записывать то, что уже есть на канале? Там кто-то писал, я видела, типа, да шуль, что ты не записываешь, что так медленно? Товарищ уважаемый, если это повтор, попробуй поискать в этом самом, в поиске. В поиске вбиваешь, и все, чики-пики получается, все находится. Потому что триберги, действительно, это у нас повторное испытание, и, ну, а смысл проходить? Смысл ранний доступ за 50 бачей, снова покупать трибергов, которые у меня уже есть. В общем, вот такие, ребятки, делишки. Поэтому с расписанием и с прочим, я надеюсь, что мы как-то пришли к какому-нибудь умозаключению. То есть, в принципе, если какие-то проекты забрасываются, опять-таки, я вам многим советую, заходите в группу ВКонтакте, потому что там я всегда, в принципе, если какие-то важные летсплеи у нас проходят, я устраиваю опрос. То есть, я устраиваю опрос, допустим, вот про те же Харли и Джокер, истории жизни. Я устраиваю опрос. До сих пор спрашивают, где, Дашуль, что ты мне снимаешь? Ну, вот, всегда ответы можно узнать в группе ВКонтакте, в моей группе, если что, указана в ссылочке в описании канала и в ссылочках... в ссылочках... в ссылочках к видео. Такс, ну что, кстати, вот я продолжаю пока строить тортик. Как видите, он у нас получился... Раз, два, три, четырехэтажный. Четвертый этаж у нас получится в итоге фейковый, потому что, ну, комнаты... Вы видите, какие у нас огромные комнаты получились. И я решила, знаете, вот как сделать? Получается, нижняя площадка, это у нас как основа, такое вот, как блюдо. Сверху стоит шоколадный слой такой у нас, потом какой-нибудь слой, типа розовенькой, какой-нибудь клубнички, варенчика. Верхний слой, это получается, какой-то бисквитно-карамельный, он бежевого цвета. И самый последний... Самый последний. Самый последний у нас тоже получился такой вот светленький, может, там, сливки какие-нибудь или еще что-то. Я очень хотела создать... О, видите? И самый верх, это у нас вот эти все колонны, это у нас получаются незажженные свечи. Ребята, вы сейчас увидите, как я свечи делала. Я думала, что я с ними замахаюсь. Это был полный пипят. Вот, видите, то есть пришлось выбрать режим отладки. Кстати, кому интересно, мне на канале есть ролик по интересным лайфхакам и строительству Sims 4. Если что, я зашла в режим отладки, кому интересно. И вот я вам сейчас покажу на примере одного этажа, как надо было сделать свечечки. И выбрала яйца из одного из наших испытаний. По-моему, это с растаманами, что ли, было связано? Могу ошибаться. В общем, мы собирались с вами... А, нет, да, с растаманами, потому что черепа мы собирали, когда был этот день мертвых. В общем, и наши яйца вот эти в итоге, как видите, играют роль такой вот свечечки, свечечек, точнее, даже фитильков горящих. Поэтому, в принципе, знаете, у нас уже тортик такой получается. Потом я решила, что нам нужны какие-то сливки, шмивки. А что у нас может играть роль сливок? Ну, конечно же, какие-нибудь полотна, какие-нибудь шторы. И в итоге, ребят, пришлось использовать шторы. Как видите, я взяла такие вот белые. То есть, опять-таки, они у нас играют роль каких-то сливок, что ли, чего-то такого. Знаете, мне аж кушать захотелось. Блин, аж тортик захотелось такого попробовать. То есть, я решила использовать в качестве сливок вот такие вот обоинки. В принципе, я думала сначала, что наш участок вообще будет голый. То есть, как бы просто чисто торт стоит. Но, знаете, я не люблю настолько голые участки. Мне нравится, когда что-то зеленое есть, что-то красивое, что-то, например, там, какие-нибудь растения есть. Поэтому я решила, что у нас будет все заставлено деревьями. То есть, в принципе, у нас получается, что этот наш тортик выглядывает из-за деревьев. И вот вы видите, сейчас я украшаю все этими шторками. Это, конечно, был пипец. Знаете, вроде интересно. Интересно построить в форме чего-то. Кстати, друзья мои, по-моему, отличная идея. Мы можем с вами попробовать строить домики в форме чего-то. Допустим, в форме, вот мы построили с вами в форме тортиков. Я строила в форме подарков. Может быть, у вас есть какие-то пожелания построить домик в виде какого-нибудь, там, не знаю, бутерброда, в виде мороженки, в виде еще чего-то. Ну, желательно, конечно, чтобы эти предметы были более-менее реалистичными, потому что, допустим, построить в виде яблока круглого. Но, как вы знаете, у нас тут с круглыми стенками небольшая вот беда такая. Но, в принципе, знаете, уже вот то, что я уже вижу, оно получается уже более-менее интересно и, в принципе, так похоже даже на тортик. Такой вот многоуровневый. Но мне кажется, что у нас в итоге получился тортик какой-то свадебный, что ли. Но, честно говоря, я бы такой топтанула на день рождения. Я бы такой тортик топтанула, потому что смотрится он очень аппетитно. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какие вы любите тортики. О, а что еще нашла в режиме отладки, ребят? Я нашла вот такие вот кружочки. И вот эти серые, цементные кружочки играют роль у нас каких-нибудь бубочек. Например, там, не знаю, это не шоколадный шарик. Он белого, бело-серого цвета, он не может быть шоколадным. Допустим, какие-нибудь там, что у нас может быть мятное? Кокосовые шарики, ну, типа, под отблеск солнца не так его подсвечивает. У нас они получились такого сероватого цвета. Может быть, какие-то, не мятные, кокосовые шарики. Может быть, кокосовые, а может и нет. Что потом, ребят, я решила? В принципе, верхушка торта. Как бы ее так вот украсить? Как бы украсить верхушку торта? И я, знаете, в принципе, подумала, почему бы нам не использовать какие-нибудь фрукты? Начала рыться в режиме отладки, думала, может быть, в режиме отладки есть какие-нибудь фруктики, но у нас там фруктиков нет. Ну, знаете, режим отладки, может быть, какие-то интересные моментики там, какие-нибудь, например, фрукты, которые мы садим в землю в итоге. И потом мне пришла такая идея в голову проверить, есть ли наша симка, покупает в интернете наборчики, вот эти, знаете, семена для новичков, а там же попадаются различные фрукты. Я решила прикупить этот набор для новичков, но я вам сейчас дальше покажу, и посмотреть. Вот я беру, допустим, клубничку, и получится ли у меня ее увеличивать? Получится ли ее увеличить в размерах, то есть, чтобы использовать на тортике? И что у меня, вот видите, я пытаюсь найти, но не клубничек. Я, честно говоря, думала до последнего, что в режиме отладки есть. Поэтому мы взяли нашу симку, которая подходит к компьютеру, в котором, допустим, здесь она будет пробивать какие-нибудь чеки. И мы с вами получили, пооткрывали наборы с семенами, и вот у нас есть клубничка, и я ее решила вот так вот выложить. Знаете, ребят, страшно было. Я боялась, что у нас ничего не получится, потому что, ну, как бы вроде, это же не предметы, которые мы строим. Я взяла несколько бананчиков, виноградик и клубнички. Теперь мы с вами переходим в режим строительства, и, ребята, работает, клубника увеличивается. Поэтому я решила взять большие такие вот клубничинки, ну, увеличить. Да, понятно, что это несъедобное, вы только не думайте, что это какие-нибудь генномодифицированные клубнички, которые я решила использовать на тортике. Но, знаете, как украшение, мне кажется, что, в принципе, вполне подходит. Я разместила несколько клубничек, и также я решила добавить клубнички на входе. Ну, у нас такой вот получается маленький клубничный, клубничный какой-то шоколадно-ванильный торт, что ли, с зажженными свечками. Также я добавила несколько виноградинок, ну, а почему бы и нет? И немножечко бананчиков. Конечно, можно было засыпать всю верхушку, но мне показалось, что вся верхушка будет как-то слишком. Уж слишком. Поэтому у нас вот эта вся фруктовая фантазия получается поддерживать нашу центральную свечку. Вообще, на самом деле, тут свечек больше, чем мне лет. Тут, по-моему, штук... Сейчас давайте посчитаем. Значит, на первом у нас 8, правильно же? 8, плюс 8, плюс 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 свечки. Ну, чуть-чуть больше, чем должно было быть. Но, тем не менее, в принципе, у нас, скажем так, тортик общего плана. Если вы делаете, допустим, для себя какую-нибудь такую вот пекарню или еще что-нибудь, то вы, конечно же, можете использовать гораздо меньше свечек. Но мне показалось, что это у нас такое количество свечек смотрится очень даже симпатично. Итак, с чего я думала начинать? Как я уже сказала, я думала, что это получится такая маленькая пекарня, в которой у нас будет работать наша барышня. По-моему, блин, слушайте, вылетела из головы, как я ее называла. Ничего, бывает, это когда записываешь ночью ролик, и не такое может быть в голову прийти. Я думала сначала, что это у нас будет маленькая пекарня, но потом я решила, почему нам большой торт не использовать под что-то большое. Поэтому я решила разделить, как вы видели, все на секции. И нижний этаж у нас как раз связан с работой нашей главной героини. У нас тут есть вот этот мини-ресепшн, то есть это у нас такая вот кофейня, получается. А здесь действительно, допустим, наша главная героиня может нанимать людей, и они здесь будут готовить, какую-нибудь выпечку делать, допустим, тортики какие-нибудь феноменально вкусные. И, допустим, они могут развозить свои заказы другим симам, либо же они могут здесь устраивать фуршеты. Собственно, почему я добавила еще одну комнату симметрично. Я старалась, в принципе, размещать здесь все симметрично. Почему я решила добавить симметричную комнату? Потому что там я решила сделать такую вот зону для фуршета. Допустим, кто-нибудь из симов захочет заказать у нас свадьбу. И почему бы нам часть нашего тортика не сдавать под свадьбу? Или же заказать день рождения? Или заказать просто какой-нибудь там праздник, я не знаю, выпускной? Наша главная героиня вместе с своими, там, допустим, сотрудниками наготовит всяких вкусных тортиков. И, пожалуйста, вуаля, банкетный зал готов. Причем у нас это получается не просто проходной такой банкетный зал, а я добавила еще и шторки, то есть, допустим, если это какое-нибудь там, скажем, интимное событие, действительно свадьба или еще что-то, и гости, вот, допустим, вместе с заказчиками не хотят, чтобы кто-то заглядывал, то можно всегда отпустить эти шторки. Сейчас я вам даже покажу. Я взяла, получается, вот такие вот белые, можно их задвинуть, и, получается, никто не будет сюда заходить, заглядывать, и получится очень даже уютненько. Я решила использовать такую вот тоже песочно-розово-бежево-коричневую гамму, ну, потому что мы же находимся внутри тортика, главное, чтобы он был несъедобным. Ну, а здесь у нас на входе, получается, кафешка. Кто-нибудь пришел, можно заказать какой-нибудь вкусный тортик или кофеечек, блин, еще и кофе мне захотелось. Ну, вот, ребят, нельзя нам с вами съедобные такие вот ролики записывать. Надо будет пойти после ролика кофе выпить. Так вот, а здесь, ну, раз уже у нас тут могут быть свадьбы, почему нам не поставить стойку для диджея или же выпускной, например? Поэтому я поставила стойку для диджея, такой вот танцевально-фиолетово-розовый коврик и, в принципе, разместила диванчики, ну, как сказать, зону-то для отдыха. То есть у нас такой тортик получился. Изначально-то он планировался быть как зона для сугубо кафешки, но потом я решила, почему бы нам не пойти дальше и не сделать что-нибудь такое вот более отдыхательного плана, что ли, так назвать. То есть, да, в принципе, здесь у нас основная цель этого тортика это действительно ресторашек. Ресторашек, кафешка и, как видите, я решила добавить даже две такие вот мимимишные арочки, они такие розовые, красивые, такой вот вход у нас получился. И я решила оградить весь наш тортик зеленый такой вот изгородью. Ну, опять-таки, несколько деревьев добавила. Я не знаю, почему-то мне голые участки. Я не люблю голые участки. Так, следующий этаж. Раз наша барышня на первом этаже держит свою кафешку-ресторанчик, то она здесь, по сути, и должна жить. Ну, блин, а что ей делать-то? Что делать-то? Жить-то, бегать туда-сюда будет неудобно. Поэтому второй и третий этаж у нас будут заняты ее жилыми апартаментами. Я построила для нее достаточно просторную кухню, я вам хочу сказать. Здесь у нас достаточно просторная ванная комната. Как вы видите, у нее есть и душевая кабина, и туалет, и ванная, и раковина. В общем, достаточно много чего есть. И, в принципе, у нас получается, что второй этаж это такой вот, скажем так, общего пользования, потому что третий этаж это только получилась у нас спальня. Спальня получилась достаточно большой, причем, допустим, если к нашей барышне приезжают гости, то можно кого-то разместить, например, вот на диванчике в гостиной, но так как телевизор у нас получался один, то я решила телевизор еще добавить в спальню возле этого самого, возле кровати. Так, размещаем разные картинки. В общем, вообще мне нравится строить какие-то интересные проекты. Мне нравится создавать симов. Иногда они получаются. У меня, кстати, в запасе для вас есть парочка интересных роликов, и я надеюсь, что вам будет действительно интересно их посмотреть. И, кстати, если вам нравятся подобные ролики, обязательно ставьте лайк. мне как минимум будет приятно. Ну и как максимум я буду знать, что вам такой формат интересен. Кстати, я вот все подумываю попробовать построить, построить, господи, записать еще какой-нибудь ролик по лайфхакам по строительству, который я использую. Если вы не видели, у меня есть такой небольшой ролик. Сразу вам хочу сказать, что я не позиционирую себя как спец. В симсах я не знаю. Я знаю, что есть люди, которые, допустим, вот там, ну, скажем так, грубо говоря, задротят в симсах, заигрываются. И у меня, к сожалению, нет времени и возможности играть без записи. Это я вам так по секрету говорю, потому что я веду очень много проектов на канале, и, честно говоря, когда я не записываю, хочется просто от компьютера отдохнуть, что-то посмотреть, какой-нибудь сериальчик, фильм. Поэтому все время сидеть за компьютером и играть в тех же симсах. У меня нет цели. У меня нет цели показать себя профи. Я никогда не была в этом профи. Я не вижу, чем тут можно вообще гордиться. Гордиться тем, что ты профи в игре. Ну, может быть, сейчас это, типа, типа, гордость. Но, на мой взгляд, в принципе, если ты играешь, я всегда играю в свое удовольствие. В любые игры. Да, допустим, что-то приходит с опытом. Допустим, те же какие-то моменты по строительству, что-то я строила так. Если честно вам сказать, я начинала, когда я еще, ну, играла до канала. Это были третьи, вторые симы. Я начинала тоже с квадратных коробок. Ну, вот как-то комнаты, чтобы что-то построить, выстроить. Не, ребят, это было не мое. Я себе строила коробки и была счастлива. Но сейчас уже, знаете, что-то с опытом приходит, какие-то интересные моменты. Что-то ты придумаешь, что-то видишь в реальной жизни и пытаешься повторить в симсах. Поэтому, если вы заходите на канал сугубо ради профи, то не, ребят. Потому что иногда удивляет, что заходят люди, там, типа, ой, ты там так играешь, ты не так играешь. Я играю так, как мне нравится. И вам, ребят, рекомендую играть, как вам нравится. Живите, как вам нравится. Поверьте, жизнь станет настолько лучше. Настолько лучше, когда ты живешь без вот этих всех рамок, как надо, как не надо. Это обычная игра. Это простая игра, которая должна, по сути, тебе приносить удовольствие. Для этого, по сути, игры и создаются, чтобы ты мог отдохнуть, поиграть, либо с друзьями, либо сам. Либо, например, что-то вот такое вот построить, сконструировать, соорудить. На мой взгляд, это прекрасное времяпровождение, ну, для тех, кто... Действительно, вот мне симсы, в первую очередь, всегда нравились именно возможностью строения. Когда я только начала качать различные дополнительные материалы, ооо, ребята, у меня глаза разбегались. У меня реально разбегались глаза, что скачать, где скачать, как скачать. И, честно говоря, дополнительные материалы очень так вот позволяют расширять возможность игры. И, честно говоря, ну, не знаю, многие пишут, ой, дополнительный материал это плохо. Я не вижу в этом ничего плохого. Дополнительные материалы действительно добавляют какое-то разнообразие. Допустим, те же кровати, какие-то расцветки. То есть, если вы занимаетесь... Вот вам нравится строить в симсах, то допы очень даже, ну, скажем так, разнообраз... Разноображивают. Разноображивают вашу симмерскую жизнь. Вот, как видите, я только что показывала подвесной диванчик. Это я пыталась показать Олегу этот самый трон из Игры Престолов. У меня даже есть трон из Игры Престолов. Вот, опять-таки, мы с вами создавали когда-то Дейенерис и этого Джона Сноу. И если бы у нас не было пользовательского, скажем так, этого кресла... Кресла? Трон. Господи, я уже говорила, что я сговариваюсь. То фигушки у нас бы что-то с вами получилось. Но, кстати, вот у нас четвертый этаж. И здесь я решила его сделать сугубо таким вот чердаком... Конкретный чердак. Я туда взяла и всякого хлам подобавляла. То есть, знаете, такой рандомный хламчик. Допустим, учитывая, что это у нас кафешка, ресторанчик, плюс еще жилой дом, то нашей барышне надо где-то было хранить какие-то свои вещи. А если не надо хранить свои вещи, то где это лучше все делать? Правильно, либо в подвале, либо на чердаке. Ну, в моем случае я выбрала чердак. Да, сюда нет прохода. То есть, в принципе, можно, конечно, проделать дырку где-то, наверное, в районе спальни. И, наверное, даже на входе в спальню я думаю, что можно было бы сделать проход. Но, как вы видите, пока что у нас вот так вот получилось. А, ну и что, конечно, важно. Нам же нужна какая-то подсветка. Да, я использовала базовую лампу. Мне еще, когда я только начинала записывать, мне ребят посоветовали использовать базовые подвесные, скажем так, лампочки. Но подвесные лампочки это, конечно, красиво, но иногда хочется разместить какие-то светильники красивые, потому что они добавляют какой-то шарм, какую-то интересную подсветку. А если они у нас есть, то, вот вы видите, на столиках поставили лампочки и уже все красиво. Так, ну, конечно же, как обычно, под конец ролика я для вас устрою экскурсию, чтобы вы могли детальнее рассмотреть, что у нас получилось. Потому что, знаете, я даже я на такой скорости думала, блин, а когда я это строила? Когда я успела это все разместить? Поэтому мы еще сами все, конечно же, детальненько рассмотрим, посмотрим. И я решила еще, как видите, наши вот эти яйца, яйца-какие-то семечки светятся. Ну, я решила еще по бокам добавить, ну, будем считать, что это какой-то розовый крем стекает. Я вот сейчас смотрю, представляю, какой это может быть розовый крем, откуда он там взялся. Ну, допустим, просто у нас такая вот имитация подсветки. И я решила даже в наши колонны встроить такие вот светильники, чтобы у нас вход был так вот чуть-чуть поярче подсвечен. Также я по участку разбросала различные кустики, различные цветочки, чтобы опять-таки наши симы, вот как видите, у нас есть задний вход, задний проход, задний вход, короче, черный выход, там тоже можно спуститься и походить здесь, посмотреть, что есть интересного, что у нас там, посидеть и отдохнуть на природе. Так, ребят, ну что, приступаем, приступаем к обзору нашего домика. Вот наша главная героиня, и, как видите, у нас на полу остались еще фрукты. Но ничего, она под ними, ты сможешь всегда их разместить где-нибудь, посадить или просто схомячить. Вход такой вот у нас достаточно миленький, входик с фонтанчиком. Мы поднимаемся, кстати, это были самые симпатичные двери, которые я нашла. Как-то все остальные двери слишком уж хай-тековые, а вот эти смотрелись очень даже неплохо. Здесь у нас бар-кафешка такая, то есть тут можно выпить кофе, скушать какие-то вкусняки. Здесь у нас рабочая зона, то есть где наши повара трудятся, создают какие-нибудь кулинарные шедевры. А здесь у нас проход такой вот лаунж-зону, где все могут посидеть, отдохнуть, послушать музыку, потанцевать. Это наш такой вот банкетный зал. Банкетный зал, где мы опять-таки можем организовать какую-нибудь свадьбу или выпускную, или вечеринку, и можем здесь все зашторить. Так, куда-то я собралась. Что-то я там не понимаю, куда я там собралась. Нет, нам нужно сейчас наверх. Поднимаемся, и мы с вами попадаем в жилую зону, где живет наша хозяйка, скажем так, глава дома. Итак, здесь у нас кухня. Сразу попадаем на такую вот кухоньку. Она достаточно большая. Мне кажется, что нашей главной героине не хватает родственников, а то как-то дом для нее слишком большой. Ванная комната, душевая с ванной. Такая вот, знаете, она получилась даже в такой вот форме трапеции, трапециевидная. А здесь я решила разместить кабинетик. Ну, она будет, допустим, здесь работать за компьютером, какие-то книги, какие-нибудь там отчеты вести или какие-то закупки будет уточнять. Ну, вы же знаете, куда без компьютера сейчас. Это небольшая столовая. Тут у нас сугубо стол, стульчики и ничего лишнего. Допустим, на выходных она могла бы играть на рояле или смотреть телевизор, зажигая камин. Мне кажется, это было бы очень и очень даже уютненько. И последний подъем. Последний подъем у нас получается на верхний этаж. Верхний этаж это у нас жилой, где наша дамочка может, во-первых, на боя надежда, что спать. У нее бьюти-зона отдельная, то есть там, где она может краситься, приводить себя в порядок. И я решила ей добавить телевизор. Ну, а как же нам с вами-то без телевизора? И наверху, ребята, вот наш чердачок. На чердаке много чего интересного, всякий хлам, всякие интересности, где, наверное, было бы интересно даже мне покопаться. Ну что ж, ребятки, вот такой у нас домик-тортик получился. Это домик тире ресторанчик тире кафешка. В общем, вы понимаете, у нас тут целый микс, целая смесь получилась. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что, может быть, на какие-то ваши вопросы поотвечало. Ну и, в принципе, мне всегда приятно очень ваши какие-то вопросы читать, отвечать. И, в принципе, вот такой вот разговорный формат мне тоже очень нравится. И я надеюсь, что у вас все прекрасно, ребят. Я вам желаю только самого классного, чудесного лета. Только добра, позитива, пожалуйста. Хорошо отдохните. Хорошо вам отдохнуть, набраться сил перед осенью. Ну и, в принципе, всегда оставайтесь такими же добрыми и хорошими, ребят. Добрых людей мало не бывает, скажем так. А я вам желаю только хорошего и позитивного настроения сегодня. Увидимся в новых сериях. Пока-пока, друзья мои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова